Личные фотографии прославленной женщины-капитана Анны Щетининой, дело первого секретаря Приморского краевого комитета КПСС Виктора Ломакина и даже генеральный план благоустройства Владивостока. Все эти сокровища бережно хранят в Государственном архиве Приморского края. Раз в год всех желающих пускают за самые закрытые двери. Мы один раз в год открываем наши двери, чтобы показать, как мы храним нашу историю. Как говорится, стоят прожитые годы на наших полках, чтобы все могли посмотреть. Потому что многие, конечно, не знают, но архив архивом, а как хранятся документы, никто не знает. Для того, чтобы документы, книги жили дольше, за ними тщательно следят. Если же что-то рвется или портится, в бой вступают мастерицы из реставрационной мастерской. В одном из самых больших хранилищ на 700 квадратных метров хранятся документы бывших партийных и комсомольских организаций, а еще различные протоколы и личные дела. Всего около 500 тысяч единиц хранения. Но долгий путь поиска и изучения документов начинается в читальном зале. В читальный зал приходят посетители. Это исследователи, историки, студенты. То есть, люди просто даже могут прийти в читальный зал, поискать родственников. Люди родословную свою сейчас очень модно ищут все родословную свою. То есть, работа заключается в том, что человек приходит, оформляется, заказывает дела и работает в читальном зале. В другом хранилище начальника дела использования публикации документов Елена Ступина с гордостью показала самую старую книгу в архиве. Самая древняя книга в библиотеке нашего архива за 1766 год. Это указы ее императорского величества Екатерины II за полный делопроизводственный год. Издана в Санкт-Петербурге. Архивы – это не складские помещения, а источники знаний, накопленных за долгие годы и постоянно пополняемых. Исторические события, даже самые яркие и масштабные, с течением времени начинают забываться. Воспоминания о них искажаются, а то и сознательно корректируются. Но документы, бережно сохраняемые архивами, навсегда останутся самыми честными свидетелями истории. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Наталья Фадеева. Новости на Восьмом.